Добрый вечер, уважаемые друзья! Сегодня вторник, в эфире программа «Тема». 1994 год. В студии ток-шоу «Тема» появляется новая ведущая Лидия Иванова. Руководитель программы Влад Листьев случайно увидел одно из её выступлений в концертном зале. И оно произвело на него сильное впечатление. И когда Владислав Николаевич Листьев вызвал меня в Останкино и сказал, «Откуда такая раскованность? Откуда такая небоязнь, ни камеры, ни микрофона, ни сцена?» Я сказал, как откуда? Из пионерского лагеря, конечно. Это, конечно, потрясающий абсолютно жест Влада Листьева – поставить её ведущей. Ведь сначала у страны был шок, потому что ведущая советская должна была быть в партийном костюме, коротко стриженная, говорящая по бумажке. И вдруг стихия такая в шляпе. Лидия шокировала и зрителей, и гостей студии. Полная немолодая дама в экстравагантной шляпе, которая, не стесняясь, говорила о сексе и лишнем весе, произвела настоящий фурор. Что-то становится не мужчина, а уже какое-то существо среднего пола. В те времена бодипозитив был ещё не в моде, и таких вещей стеснялись. Лидия Михайловна – это неудачный российский аналог Опры Уинфри. Когда Владислав Николаевич интересовался, а что там в Америке, ему говорили, вот самое популярное ток-шоу, самая популярная женщина, мало того, что она толстая, она ещё негритянка. И вот эта попытка создать из, скажем так, фриковатой белой женщины Опры Уинфри, ну, она не получилась. Лидия Иванова пробыла ведущей темы меньше года. Всё это время в прессе публиковались жареные факты о её личной жизни. Грубые, но правдивые высказывания ведущей в эфире трактовались зрителями по-своему. Многие сотрудники передачи обвиняли Иванову в пошлости. Каким мы с тяжёлым столкнулись с противоречием. Значит, и на кормишь есть хочет, на кормишь спать хочет. Как бы она мне жаловалась, что её там все ненавидят, что все смеются над ней. Я говорю, Лида, а вам не всё ли равно? Листьев такой блестящий журналист и профессионал, что абы кого он бы не поставил сюда? Вы здесь на своём месте. И, конечно, она нахлебалась там негатива. Вообще многие писали «толстая бабка», там такая-сякая. Несколько человек даже показательно уволились из программы. Ведь 58-летняя Иванова, не стесняясь, рассказывала о своей личной жизни. Хвасталась молодыми любовниками и говорила такие вещи, от которых краснели даже прожжённые циники. Расскажите о своём заведении. И преобладают у вас там женщины или мужчины? Как вообще вы набираете? Мужчины всегда были страстью Лидии Ивановой. Особенно молодые. Она строила глазки операторам, заигрывала с режиссёрами и даже клеилась героям ток-шоу-тема. Кокетка, она была невообразимая. Ну, какая не кокетка будет одевать такие шляпы? Первый признак кокетки – это широкополые шляпы. Потому что из-под них можно и так взглянуть, и так взглянуть. Она была кокетка, стопроцентная кокетка, потому что она была стопроцентная женщина. Показная сексуальность – веяние того времени. В 90-х вдруг выяснилось, что секс в СССР всё-таки есть. О нём пели, снимали ток-шоу и клипы. Появилась группа «Мальчишник», которая выпустила альбом «Поговорим о сексе». Вы поднакомились с чек-соу, она была хороша! Я бы на неё вспомнилась душа! Полуподпольная порнография и куча эротических романов. Их используют и супружеские пары, и женщины, одинокие, так скажем. Трогайте! На телевидении тех годов, я как раз тогда начинал свою карьеру, оно напоминало смешение сумасшедшего дома и какой-то творческой тусовки. Но вот эти персонажи отличались, конечно, очень сильно от того, к чему привыкли советские зрители за 40 лет истории советского северного. Главным и единственным защитником Лидии Ивановой в редакции ток-шоу был Влад Листьев. Господа, вы хорошо поработали, и настало время хорошо отдохнуть. Он как будто предвидел, что в будущем именно такие персонажи будут в моде. Сейчас, наверное, она бы вообще, конечно, залетела во все топы возможные, потому что, ну, любила хайп, любила там, ну, как бы везде засветиться, везде побывать, что-нибудь там отмочить. Вот. Ну, и, опять же-таки, ее любили и молодые, потому что, ну, она всегда была, ну, как бы на хайпе. Но 1 марта 1995 года Влад Листьев был убит. Почти сразу после этого Лидию Иванову уволили из темы. Однако ведущая не сильно расстроилась. Она стала одной из первых в нашей стране моделей плюс сайз. Не стеснялась раздеваться. В те времена ее откровенные фото шокировали многих. Этим поведением своим она немножечко закрывала вот эти внутренние свои комплексы, хотя казалась женщиной абсолютно лишенной комплексов. Она хотела быть женщиной. Она иногда мне говорила, ну, почему я такая некрасивая, ну, почему я такая толстая, а я так хочу еще быть с мужчиной, я так хочу еще любить, я хочу быть красивой, я хочу, чтобы на меня смотрели и влюблялись. На публике Иванова делала вид, что совсем не стесняется своей полноты. Ей трудно было похудеть, поэтому она выбрала другой путь. Стала жить по принципу «хорошего человека должно быть много». Ела в огромных количествах хлеб, картошку и слабости. Ни в чем себе не отказывала. Я помню историю, когда она пошла на радио, и я слышу в эфире, я еду в машине и слышу в эфире, как Лида говорит, ну, вот сейчас у меня много свободного времени, мой адрес такой-то, дом такой-то, квартира такая-то, приходите, у меня много пожаренной картошки. Она вот свихнулась на этой жареной картошке, которой ей категорически было нельзя. Я ей звоню и говорю, Лида, с ума сошла? Сейчас же непонятно, кто придет. Иванова начала гастролировать по стране с концертами. Выпустила книги «Гуляющая сама по себе» или «Искусство жить с удовольствием» и «Любовь, что надо знать о ней молодым и пожилым». В них она делилась секретами, как соблазнить мужчину. Например, надеть прозрачный пеньюар и красиво лечь на гору подушек. Сегодня я не знаю, о чем с вами говорить. Я только буду петь сегодня, танцевать, конечно, отвечать, может быть, на ваши вопросы и вот так всякие байки рассказывать. Лидия Михайловна вела рубрику в еженедельнике «Собеседник» с примечательным названием «Ночная бабушка». К ней приходили сотни, не знаю, тысячи, наверное, писем в редакцию. Она с удовольствием на них отвечала. Рубрика имела ошеломительный вообще успех, и в результате появилась даже на свет книга «Записки ночной бабушки». И здесь Иванова оказалась в тренде. Ее книги продавались на специализированных книжных выставках. Сейчас на них поставили бы отметку 18+. Мало того, писательница сама торговала своими сочинениями в женской бане. И она говорила, это самый грибной день. Я иду в баню париться и продавать книжки. Алла, наторгую. Это надо было видеть. Она стоит в костюме Евы. Вот так держит книжку и кричит. Девчонки, автор произведения продает свою книгу в голом виде. Цена такая-то. Содержание книги было под стать рекламе. Что-то среднее между эротикой и порнографией. Иванова подробно и в красках описывала свой секс с очередным ухажером. Я никого не ищу, я никого не зову. У меня артисты народные заслуженности и творчество. Нездоровый эксбиционизм. Это совершенно такая разновидность. Нездоровый эксбиционизм. Проявление. Многие звезды любят публично порассуждать о сексе и личной жизни. Телеведущая Дана Борисова прославилась, ведя армейскую программу. Но в последнее время о ней слышно только в связи с сексуальными скандалами. Она откровенно поведала журналистам, что будучи в алкогольном или наркотическом дурмане, могла провести ночь с мужчиной за деньги. И вот эта переписка с кавказскими мужчинами, она в принципе имела место быть, в которой там пробивали возможность моего выезда. Я на полном серьезе все это обсуждала, потому что вот кто-то слил эту переписку и разгрозился страшный скандал. Актриса Елена Проклова стала героиней скандала после того, как в одной из передач в подробностях расписала свои любовные связи. В том числе она рассказала про интимные отношения с одним из известных артистов. В то время, по ее словам, она была еще несовершеннолетней. После того, как я вот сделала для меня малоприятное признание, какое количество людей мне признавало, что в их жизни это было, но они боялись произнести фу. Ну разве это нормально? Многие режиссеры и артисты тогда не поняли Проклову. Зачем делать публичное признание через много лет, да еще после того, как человек, о котором идет речь, уже умер. Но Елена уверена, что все сделала правильно. Мне кажется, что если говорить о нравственной стороне этого вопроса, то вот известный принцип «не выносить ссор из избы» мне кажется очень порочным. А на чем мы тогда учимся, если мы все свой ссор прячем в своей избе? Телеведущая Анфиса Чехова вообще ассоциируется у всех со словом «секс». Она стала звездой благодаря скандальной программе, где смело обсуждались ранее запретные темы. Да, развелись, веселились эксперты. Да, были экстравагантные сюжеты, то, о чем молчали. Но когда передача исчерпала себя, Анфиса перестала изображать секс-символа. Она родила сына и сейчас ведет непубличную жизнь. Время эпатажа прошло. А обычная домашняя жизнь сегодня освоила новый рецепт каши. Лидия Иванова тоже, в конце концов, поняла, что секс-символ из нее не получается. Только было уже слишком поздно. И мы не можем уж совсем быть независимыми от возраста. Хотя ободримся, стараемся. Трудно поверить, что Лидия Иванова когда-то была обычной советской интеллигентной женщиной. Работала деканом факультета в Московском институте инженеров сельскохозяйственного производства. Само имя начинает потом воздействовать на судьбу. А в свободное время занималась спортом, академической греблей. Иванова даже вошла в сборную команду страны. К здоровому образу жизни Лидия Михайловна относилась очень серьезно, на самом деле. Вот, может быть, это кого-то удивит, но это так. В личной жизни тоже все было прекрасно. Лидия вышла замуж за спортивного тренера Олега Иванова и родила дочь Марину. Я не видела никаких ссор между ними. Очень хлебосольные. Были без конца какие-то у нас компании в доме. Правда, как Иванова сама потом писала в своих книгах, уже через два года после свадьбы она начала изменять мужу направо и налево. А я все сексом занимаюсь. Это называется нимфомания. Тогда это действительно серьезное, тяжелое психическое заболевание. И здесь, допустим, женщину надо очень бережно к ней относиться. Там большая должна быть работа, психотерапевта, психиатра. Это не прихоть ее, это ее, к сожалению, вот такая патологическая потребность. Жизнь Лидии Ивановой изменилась после перестройки. В начале 90-х все вокруг стремительно менялось. Педагогам в институте задерживали зарплату. Спортивным тренером тоже. Жить впроголодь Лидия не хотела. Поэтому она уволилась с работы и стала ездить по стране с концертами разговорного жанра. Именно там ее и заметил Влад Листьев, благодаря которому Иванова попала на телеэкран. Мужчина и женщина, что мы думаем друг о друге? Сегодня тема нашего разговора. В 90-е многим пришлось сменить профессию. Романа Трехтенберга все знают как короля пошлости. Он первым стал материться со сцены и обсуждать секс во всех подробностях. Если плохому танцору мешают яйца, значит яйца хорошего мешают балерии. Трудно представить, что когда-то Трехтенберг был филологом Романом Горбуновым. Он родился в интеллигентной семье, окончил институт культуры и даже защитил кандидатскую диссертацию на тему возрождения традиционной культуры средствами фольклорного творчества. И хуй бы вы меня после этого нашли. Он безумно начитанный человек. И вот всегда он и меня заставлял тоже. Он говорит, почему тебе не нравится этот писатель? Я вот начал читать, мне не нравится. Ты должен для того, чтобы ты мог сказать, что он тебе не нравится, должен прочитать все. Но на филологии тогда нельзя было заработать. А благодаря пошлым стендапам Трехтенберг стал очень обеспеченным человеком. Сменил сферу деятельности в то время и Сергей Глушко, будущий муж Натальи Королевой. Он окончил с отличием военный инженерный институт, после чего три года прослужил на космодроме Плесецк. Я в какой-то момент вдруг осознал, что я не там нахожусь. Я не знал, где я должен был находиться. Но вдруг понял, что армия не мое. Хотя и все прекрасно у меня было. И Глушко нашел себя в другом, в стриптизе. Так на свет появился Тарзан. Перестройка открыла ящик Пандоры. Лидия Иванова поняла, что для ее тайных страстей наступило золотое время. Она перестала скрывать от мужа и друзей своих любовников. После 24 лет брака супруги развелись. В тот момент Лидия ни капли об этом не жалела. Ну, знаете, он, она говорит, он был замечательный человек, прекрасный муж. Вот, говорит, придраться ни к чему нельзя было. Но мне, говорит, так было скучно и нудно в браке. А она же птица, ей же лететь надо, ей же творить надо. Она к 40 годам, наоборот, только набрала свой вот этот вот потенциал. И я ее понимаю, почему она это сделала. Она говорит, я вот как бы поняла, что я хочу другой жизни. После развода Лидия Иванова мало общалась с дочерью, которая не приняла новый образ жизни матери. Когда Влад Листьев пригласил ее ведущей в тему, дочь даже сказала, мама, ты подписываешь себе приговор. Тогда я очень рада, прорекламируя себя еще по телевизору. Но Иванова плевать хотела на мнение дочери. Карьера и слава были для нее важнее семьи. Едва стою я на ногах, но я ведь не пьяна. Она была феминисткой по сути своей жизни. Она принимала все решения сама. Она была одной из немногих бабушек, которая сказала своей дочери Марине, я буду заниматься своей жизнью. Я буду любить молодых мужчин. Я буду жить отдельно и общаться так, как я хочу, а не сидеть с ногами. Уйдя от мужа, Лидия Иванова начала жить, как хотела. Она уже не скрывала ни от кого свои увлечения. Сама знакомилась с мужчинами, которые ей нравились. И сама предлагала им отношения. Она, как всякая нормальная женщина, ненавидела одиночество. Она его терпеть не могла. Поэтому ей нужно было, чтобы был рядом человек, который ее любит, уважает, боготворит, с которым можно разговаривать, который умеет разговаривать. Правда, почти все мужчины, которые окружали Лидию Иванову, были похожи на Альфонсов. Благодаря теме Иванова стала известной артисткой и писательницей. У нее появились неплохие гонорары, а главное, связи среди актеров, режиссеров и телевизионщиков. Скорее всего, именно это и подкупило 23-летнего музыканта Андрея Правина. Настоящая фамилия Подборский. Я увидела, как горят глаза у моей мамы. Я увидела, как улыбался Андрей, как они смотрели друг на друга. У меня в мыслях не было, что это какой-то пиар, или там он какой-то Альфонс, что он как бы пригрелся на груди у мамы, уже известного человека. Нет, у меня такого не было. Лидия Иванова познакомилась с ним на одном из своих концертов. Парень пробрался к 63-летней звезде за кулисы и так искренне признался в любви, что женщина дала ему шанс. И как она рассказывала, в его глазах было столько искренности, столько любви, она ему поверила. На тот момент ему было 22 года, 23, но она на 40 лет старше. И она почему-то поверила и откликнулась на его предложение увидеться еще раз. Потом они стали вместе ходить. Боль похожая на сон. Вскоре Андрей переехал к Лидии. Они жили вместе и утверждали, что у них все хорошо в постели. Вместе выходили на сцену, исполняли песни и юмористические номера. Оба не стеснялись своих отношений и все делали на показ. В городе Серов они выступали. И кто-то им сказал, а не хотите прийти на экскурсию в наш ЗАГС? У нас там какой-то красивый ЗАГС. Она говорит, а почему бы нет? А потом шутку ей предложили. А давайте вас распишем. Она говорит, а почему бы и нет? И они вот так вот в одну секунду расписались. Большую роль в их семейной жизни играла еда. Иванова любила и есть, и готовить. Лобби очень вкусно делала из фасоли. И запекала мясо, как буженина, или как-то вот так целым куском. Фаршировала чесночком. И в общем, очень вкусно получалось. Идея Иванова не могла прожить без сладкого. Конфеты ела горстями. Утром жарила себе одну яичницу из восьми яиц. Чем шокировала молодого мужа. Когда я у нее была в гостях, вполне нормальным было нажарить картошки. И просто под стопочку водочки сидеть и долго-долго разговаривать. Это нормально. Я не ханжа. И она никогда не была... Вот никогда она не была ханжа. Вот чего в ней не было? Ханжества. И она могла позволить себе все, что угодно. Съесть или не съесть. Лидия Иванова написала еще одну откровенную книгу. «Искренне ваша грешница». На обложке «Она вместе со своим Андреем». А внутри подробности их интимной жизни. Молодой муж помогал рекламировать книгу. Раздавал интервью, где признавался Лидии в любви. Иванова активно продвигала молодого мужа на эстраде. Спасибо. Это, пожалуй, единственный настоящий брак, где я почувствовал себя счастливым. Где меня любят в первый раз так, как я этого хотел, о чем я мечтал. То, что тебя ждут всегда, когда ты приходишь домой, висит на балконе флаг. И уже жарится на плите же картошка. Правда, несмотря на скандальную славу, сам Андрей без знаменитой супруги мало кого интересовал. Актриса Марина Голуб тоже была старше своего второго мужа. Правда, всего на 15 лет. Когда у них вспыхнул роман, она уже была звездой. А он – никому неизвестным артистом театра «Шалом» Анатолием Вайсманом. Любовь зла, полюбивший козла. Они им подходили друг к другу, мне кажется. У них была любовь. Этого сомнения не вызывало. Марина Голуб взяла молодого мужа под свое крыло и начала помогать ему в карьере. Это она придумала ему сценический псевдоним «Белый» и помогла устроиться в Амхат. Правда, коллеги еще долго воспринимали Анатолия как предаток знаменитой жены. Но об этом много судачили, конечно. И даже были слухи в тусовке, что их так за глаза называли парой «Белый Голуб». В конце концов, Марина Голуб добилась своего. С ее помощью Анатолий Белый стал знаменитым артистом. Но как только это случилось, он бросил ее, как старую игрушку. Сказал, что ему нужна молодая женщина, с которой он может завести детей. «Белый» подал на развод и быстренько женился на юной Инессе Москвичевой. Марина долгое время не могла оправиться от предательства. Позже у нее завязались отношения с бизнесменом Михаилом Кравченко. Но новое счастье продлилось недолго. В 2012 году актриса погибла в автокатастрофе. Для Лидии Ивановой отношения с молодым мужем тоже закончились большой личной трагедией. Это фрагмент популярной в начале двухтысячных передачи «Окна». Лидия Иванова и тут отличилась. Она не просто рассказывала о себе, а купалась в ванне с макаронами. Я говорю, как ты могла? Она говорит, да ладно, сейчас, что только не делать. Она говорит, честно, мне очень было кометически, мне нужно было что-то срочно купить. Меня так уговаривали, я подумала, ну соглашусь, в конце концов. Но с другой стороны, она ничего плохого не сделала. Сидела в макаронах на всю страну и показала, да, можно сидеть в макаронах. Главное быть счастливой и веселой. Все. Телеведущая писательница эротической прозы Лидия Иванова много лет боролась с лишним весом. Она открыто говорила о своих проблемах. Причем не стеснялась своих форм, а наоборот, подчеркивала их. И что вы ко мне представите, сколько мне лет? Мне 28, ну неужели понятно? Правда, с возрастом лишний вес стал сказываться на здоровье. У актрисы развился диабет. И я помню, что когда зашла, увидела у нее гору каких-то вот тоже конфет, зефира, там еще чего-то, мармелады. И поняла, что насколько это, наверное, неуместно, потому что это все лежит. И потом она сказала, что у нее диабет. Но, она говорит, нельзя же себе все время отказывать в каких-то радостях. Попьем чайку и зефиром там. Остановиться Лидия Иванова не могла. Она ела огромными порциями. Заедала и свои успехи, и свои неудачи. Любила крепко выпить, а потом хорошо закусить. Лидия Михайловна, не секрет, что она любила водочку. Она любила под картошечку, водочку. Это она не скрывала. И где-то в компаниях, на мероприятиях я ее видел разных. Она не стеснялась выпивать, она не стеснялась быть пьяной абсолютно. Иванова всегда говорила, что ее полнота не проблема в общении с мужчинами. Но, как потом выяснилось, она во многом лукавила. А вот пышная фигура Натальи Крачковской действительно не помешала ей стать счастливой женой. Со звукорежиссером Владимиром Крачковским она познакомилась на съемках фильма «Половодье». Они прожили вместе 26 лет. До самой смерти Владимира вырастили сына. Как она относилась к мужу, известно. И заботилась о нем. Она даже говорила, я больше ни от кого такого слова не слышал, моя заботушка. Понятно, у нее был трудный характер, но муж, вот этот вот некогда тихий, неприметный Владимир, умел гасить ее, значит, порывы, иногда даже скандальные. Трудно поверить, что в детстве актриса была стройной, как березка. Но в подростковом возрасте резко стала набирать вес. Наталья Крачковская не раз пыталась худеть, но ничего не получалось. Впрочем, именно ее полнота помогла ей пробиться на экран. Других таких актрис в нашем кино просто не было. Товарищ Бендер, ну что же вы не идете? Иду, иду, моя курочка. Наталья Крачковская сама вспоминала эпизод, как она еще начинающей актрисой попала в гримерку к Любови Орловой, и та ей сказала, не теряй свою индивидуальность. Это единственное, что ценно. Потому что вот этих худышек, одинаковых абсолютно, которых невозможно различить, даже если очень любишь, да, если даже еще понравилось, как они там сыграли, часто путаешь, да, с кем можно спутать Наталью Крачковскую. А вот Лидии Ивановой лишний вес мешал не только чувствовать себя здоровой, но и вести такую личную жизнь, о которой она мечтала. Образ ветреной соблазнительницы с годами все меньше и меньше соответствовал ее внешности. Я помню, в туалете у нее было написано большими буквами «Наср*** на все». Вот так она и относилась и к себе, по-моему, и к другим. И было наср*** на все. И когда шутили в ее сторону, критиковали, она, казалось бы, этого не замечала вообще. В нулевых Иванову все реже звали на телевидение. Деньги от продажи билетов на выступления артистки с трудом окупали аренду залов. И молодой муж Андрей понял, что просчитался. Она постоянно все думала, что это то свет, то воду. Она говорит, все же думают, что я богатая. А она что, она на пенсию жила? Может, там такая пенсия? Лидия Иванова ничего не накопила. Она жила в типовой однушке, получала стандартную пенсию и временами откровенно бедствовала. Молодой муж Андрей не умел зарабатывать. Он привык жить за счет жены. Пробовал устроиться в какой-нибудь столичный театр, но из-за скандальной славы его никуда не брали. Правин все больше злился на пожилую жену. Сутками пропадал у друзей. Лидия Иванова вошла в квартиру и увидела, что в прихожей осталась только ее обувь. Она вбежала в комнату. Шкаф был открыт настежь. В нем болтались пустые вешалки. На столе лежала короткая записка. «Прощай, не ищи меня. Желаю счастья. Андрей». Больше они не виделись. Правин уехал в Амстердам и оттуда прислал документы на развод. Она, кстати, очень переживала. И мы с ней на эту тему тоже как-то вот сама она разговаривали с ней. Она сама начала. Вот стервец, говорит. Я его вообще вытащила. Певица Лолита тоже любила своего пятого мужа. Фитнес-тренера Дмитрия Иванова. А он ее предал. Певицу не смущало то, что муж был на 12 лет младше нее и зарабатывал в десятки раз меньше. Лолита по-матерински заботилась о нем. Помогала строить карьеру. Защищала от всех бед. Муж попал в секту страшную. Международный тренинговый центр. Может быть, московский тренинговый центр. Это мошенники, аферисты, которые людей зомбируют, выкачивают все деньги. Она его там чуть ли не с дивизии Дзержинского оттуда вытащила. Любовь закончилась тогда, когда Лолита узнала, что все годы совместной жизни Дмитрий ей изменял. Мало того, он содержал любовницу на ее деньги. Мы считаем, наша судебная позиция, что Дмитрий, вступая в брак с Лолитой, преследовал корыстные интересы. В итоге Лолита подала на развод и добилась того, чтобы все совместно нажитое имущество осталось у нее. Певица похудела, похорошела и начала жить с чистого листа. Сейчас мне можно уже все. И ем я по ночам, тогда, когда я хочу, а вес стоит. А вот Лидию Иванову развод с молодым мужем ввел в депрессию, из которой она так и не вышла. У писательницы и телеведущей Лидии Ивановой было две страсти – еда и молодые мужчины. В 63 года она вышла замуж за парня, который был младше нее на 40 лет. Но, тем не менее, она была такая счастливая, она все время ходила, прямо порхала. За ручку ведет этого Андрюшеньку, как телочка. Ну, такая вот Лидочка была наша. Но молодой муж оказался Альфонсом. Когда он понял, что у Ивановой нет больших денег, то сбежал от нее. Все это сильно подкосило Лидию Иванову. На фоне стресса у нее обострился сахарный диабет. Телеведущая с трудом выходила из дома. Ноги у нее были страшно больные, у нее была трофическая язва. Она не могла одеть ничего на ноги. Алла, веди меня за ручки. Только, ради бога, не ищи помещение, где лестница, я не поднимусь. Лидии Ивановой уже было нечем привлечь молодых мужчин. Не осталось ни славы, ни денег. О бывшей звезде все забыли. В мире шоу-бизнеса ее считали городской сумасшедшей. От прежней жизни у Ивановой остались только воспоминания. Другие появились персонажи, других фотографируют, к другим бегут. А она как бы, ну вот кто-то, что-то. Поколение выросло другое, которое ее уже не знало. И она стала уже никому, по-моему, не нужной, мне кажется. Для актрисы Ирины Цивиной расставание с молодым возлюбленным тоже закончилось трагически. Когда она познакомилась с актером Денисом Сердюковым, ей было уже за 50, а ему на 7 лет меньше. Но актриса с головой окунулась в новые отношения и даже планировала родить ребенка. Она мечтала, чтобы у нас была девочка. Это уже понятно, что это можно было быть ЭКО. Она планировала это. Я хотел мальчика, она девочку. И она говорила, что у нас будет ангелочек. Друзья и коллеги предупреждали Ирину, что Денис наверняка просто пользуется ее славой и деньгами. Но актриса была влюблена и никого не хотела слушать. Несчастный человек. Несостоявшийся актер. Присосался к маме. Ходил, пиарился на ток-шоу. Деньги зарабатывал. Их роман в итоге продлился совсем недолго. Денис норовил сбежать от цивины. Часто ночевал у друзей, не отвечал на ее звонки. А она заливала горе алкоголем. Друзья видели, что у нее очевидные проблемы с зависимостью. И сын, и друзья, и я, мы пытались ей поболочь. Мы клали несколько раз в клинике. Все закончилось тем, что Денис бросил актрису. И она начала выпивать еще больше. 18 апреля 2019 года сын нашел Ирину Цивину мертвой в собственной квартире. По официальной версии она скончалась от остановки сердца. Актрисе было 55 лет. Судьба такая. Вот такая судьба. Такая какая-то несчастливая, в общем, несчастливая жизнь. Она редко была счастлива, вот так вот, безоблачно. Вот. Очень жаль. В отличие от Цивиной, Лидия Иванова не страдала алкоголизмом. В последние годы вообще отказалась от вредных привычек. После развода с молодым мужем ее поддерживали дочь и внуки. Под конец жизни писательница поняла, как была неправа в отношениях с родными. Она захотела быть для своих внуков не ночной бабушкой, как она называла себя в одной из своих книг, а обычной, дневной бабушкой. Когда мне было там лет 12, наверное, мы с ней побывали в Golden Pales, в казино, там было выступление, там Азиза пела. Ну, короче, там вообще все было очень круто и интересно. Там еще такой был пол, разрачный стеклянный пол, под ним аквариум, плавают рыбки. Естественно, было по нему страшно идти. Ну, в общем, много воспоминаний, впечатлений, которые, ну, бабушка, скажем так, ну, подарила мне. Почти весь 2007 год Лидия Иванова провела в больнице. Она уже совсем не могла ходить. Чтобы хоть как-то поднять ей настроение, друзья приносили в палату ее любимые шляпы. Как только я выйду из больницы, Алла, мы с тобой сразу туда пойдем, сюда пойдем, и я одену эту шляпу. И когда мне позвонили, сказали, что она умерла, я просто была в каком-то, знаете, таком замешательстве, потому что то, что мы с ней разговаривали, там, за 3-5 дней до этого, она была совершенно, вот, в позитиве, с этой шляпой, со всеми делами. Лидия Иванова умерла от осложнений сахарного диабета. Ей был 71 год. Две ее страсти, еда и молодые мужчины в итоге ее же и погубили. После вскрытия нам сказали, что у нее было огромное сердце. Возможно, это связано, конечно, со спортом, такой термин есть, по-моему, спортивное сердце. Но я думаю, что это как бы было от ее души, от ее доброты и такое большое сердце и такая большая душа. Перед смертью она просила сообщить о себе своему первому мужу Олегу Иванову. И он пришел на похороны. А вот второй, молодой муж Андрей Правин не появился. Ну что ж, друзья мои, на этом замечательной ноте давайте закончим сегодняшнее наше выступление. Друзья, хотите знать, как в Дубае на самом деле живут богачи и где искать секретные пляжи? Смотрите новый выпуск на канале прекрасное далекое прямо сейчас. Круто! Субтитры сделал DimaTorzok